В Ушкортостане в разгаре приемная кампания. В предстоящем учебном году республиканские вузы готовы принять почти 13,5 тысяч студентов на бюджетные места. Об особенностях приемной кампании этого года, новых образовательных программах одного из главных опорных вузов Республики Уфимского государственного нефтяного технического университета поговорим сегодня в программе интервью с ректором Олегом Баулиным. Олег Александрович, здравствуйте. Рад вновь видеть вас в эфире телеканала РБК. Первое, что, конечно же, интересно, в этом году какое количество студентов готов принять нефтяно-технический университет и какое количество бюджетных мест предусмотрено? Мы ежегодно принимаем порядка 6-6,5 тысяч студентов, первокурсников. В этом году количество бюджетных мест в университете снова увеличено и оно составляет почти 4 тысячи мест. Угу. Насколько мне известно, недавно состоялась у вас встреча, так скажем, День открытых дверей для олимпиадников и обладателей большого количества баллов по ЕГЭ. Вот интересно, какими преимуществами они смогут воспользоваться при поступлении в ваш университет? Ну да, это встреча традиционная. Запрос на такие встречи мы проводим. Мы проводим встречи с разными категориями поступающих и для ребят с высокими баллами. А к высоким баллам относятся 250 и более. Мы говорили о их возможностях по индивидуализации обучения, по составлению своего образовательного трека, в том числе по их возможностям участия в стимизиальных повышенных программах. Дело в том, что у нас большое количество повышенных корпоративных стипендий начинается со второго, с третьего курса. Когда большие нефтегазовые компании выбирают ребят, когда уже наработали какое-то портфолио, какие-то оценки сформировались, мы увидели, что первый курс у нас остается так без внимания. И поэтому несколько лет назад было принято решение, что для первокурсников, которые проявили повышенные академические результаты обучения в вузах, кстати, и для колледжа тоже есть, мы ввели такие системы повышенных стипендий. Размер стипендий доходит до 100 тысяч рублей в месяц, и они имеют возможность получать эту стипендию в течение первого учебного года. Это касается бюджетников или тех, кто на коммерческой основе учится? Это касается высокобальников. Понятно, что основное количество высокобальников поступают на бюджетные места. Но я помню, в прошлом году на ряд специальностей по экономике не было бюджетных мест, и пришли высокобальники на платную форму, на платную основу обучения. Они тоже получали повышенные стипендии. Интересно. Расскажите, пожалуйста, подробнее про сеть студенческих академий. Насколько мне известно, сейчас их более 240 насчитывается у вас. Да, каждый год мы формируем, и сейчас как раз идет активная фаза сбора пулу студенческих академий на предстоящий учебный год. Это интересная очень практика, мы ее запустили тоже 2-3 года назад. И можно сказать, что вот этот учебный год, он такой первый постпандемийный, когда все-таки в большей степени в контактной работе, в традиционном формате обучения, проходили занятия в стенах вуза. И ребенок, начиная со второго семестра, то есть уже на первом курсе, выбирает вот эти модули студенческих академий. И эти модули, они могут быть как связаны с профилем, на который он поступил. Ну, допустим, бурение, механики, технологии, экономика. Так может быть и не связан. Очень большим спросом пользуются модули, как раз которые эмоциональный интеллект, технологическое предпринимательство, все, что касается digital skills, soft skills и так далее. То есть вот как бы ребята сами собираются в образовательную траекторию. Это делают все, в том числе и высокобанники. Интересно. А в этом году добавились ли какие-то новые образовательные программы? Если да, то какие? Ну, мы, знаете, в этом году также расширяем количество образовательных программ. Это тренд, который мы начали реализовывать, например, с 2015 года, в области цифровых технологий. Дело в том, что вот мы видим, вот и, кстати, вот прошлый год у нас такой своеобразный рубежный произошел. У нас количество ребят, которые поступают к нам по информатике, практически сравнялось с количеством ребят, которые поступают по физике. Хотя еще два года назад информатика была четвертой по популярности среди ЕГЭ, по которым к нам приходили ребята. Вот в этом году, повторюсь, мы расширяем количество программ в области цифровых технологий, цифровых решений. Причем у нас модель, она несколько отличается от классической, как будто вузовской модели, когда собирают в отдельный факультет информатики или IT, какие-то факультеты. У нас, получается, есть, во-первых, отдельный факультет, он называется IT-институт. И, во-вторых, что тоже очень важно, на каждом выпускающем факультете есть свои отдельные цифровые кафедры, цифровые специальности. Допустим, цифровые технологии в газовой отрасли, цифровые технологии в разработке нефтяных и газовых месторождений, умные дома, у нас на архитектурно-строительном институте и так далее. То есть на каждом факультете еще про цифру свою, потому что гораздо, как показывает, мы же активно с компаниями работаем, вот эта история гораздо более важная, когда есть специалист в области предметной деятельности, и еще он обладает глубокими знаниями в области цифровых технологий. И вот это как бы два в одном резко повышает капитализацию ребенка на рынке труда. Мы прям, ну, на самом деле, там проблемы с тем, что на третьем, на четвертом курсе надо бы доучиться. Многие ребята уже работают в этой части, потому что запрос на IT-специалисты, вы правильно отметили, очень высокий. Ну, и также в области искусственного интеллекта тоже специалисты требуются. Все-таки интересно, вы, может, сможете обозначить в процентном соотношении, да, насколько увеличилось количество мест для именно IT-специальностей и искусственных? Ну, смотрите, у нас в прошлом году поступил в университет чуть больше 6 тысяч человек, 36% или 38% это было по информатике, которые к нам пришли. То есть, как бы здесь можно посчитать. Что касается искусственного интеллекта, про который вы тоже вспомнили, как раз Уфимский нефтяной университет выиграл этот федеральный проект по линии Минцифра. И мы, как бы там две задачи решали. Мы, кстати, с этого года запускаем сразу три программы именно по искусственному интеллекту. И бакалаврские, и магистрские программы есть. И второй очень важный момент, что как раз в масштабах страны именно наш университет, а мы совместно с партнерами это делаем, разрабатываем образовательный стандарт подготовки, условно говоря, цифрового нефтяника. То есть, как бы специалист в области нефтегазодобыча, нефтегазотранспорта и нефтегазопереработки, обладающего цифровыми компетенциями, это делает УГНТУ. И с 2023 года вся страна будет учиться по образовательным стандартам, которые у нас здесь в Уфе будут разработаны. Олег Александрович, все-таки у нас УГНТУ является политехническим университетом. Интересно, как у студентов год от года меняется спрос на те или иные специальности, помимо еще, которые вы уже озвучили, IT, может, биологии стали больше интересоваться. Вы знаете, у нас можно в целом характеризовать тренд такой. За последние 3-4 года наблюдается такая пока однозначная тенденция по увеличению количества бюджетных мест. И, повторюсь, это, с одной стороны, позволяет ребятам, имеют более высокие шансы ребята для поступления на бюджетную форму обучения, что здорово и хорошо. С другой стороны, действительно расширяется перечень программ, а если расширяется перечень программ, то расширяются виды единого государственного экзамена, по которым мы принимаем на первый курс. Вот, допустим, в прошлом году мы впервые вообще за всю историю университета принимали ребят, которые сдали ЕГЭ по географии. И, если я сейчас не ошибаюсь, 91 ребенок пришел к нам в университет с ЕГЭ по географии. Это очень важно. И это, на самом деле, усиливает и является синхронным с точки зрения тренда на двойные специальности, на корпоративное обучение, потому что мы в эту сторону идем. Как раз география, она сейчас используется при поступлении на ряд специальностей горно-нефтяного факультета. Еще интересно, вот такая сложная, напряженная геополитическая ситуация, экономические санкции, какой отпечаток накладывают, да, вот интересно. Ну, в целом, они же нанесли такой существенный удар по рынку труда, и сейчас многие крупные предприятия, в частности, машиностроительные компании, в простую, да, и большая часть специалистов находится под риском увольнения. Вот для таких специалистов что может предложить нефтяно-технический университет, может, какие-то программы по повышению квалификации? Да, спасибо. Вы в самом начале, когда представляли УГНТУ, это опорный вуз, вы правильно отметили, причем более того, мы были, есть, я уверен, что останемся ведущим, мы всегда были в первой категории опорных вузов. Это не потому, что мы какие-то там сильно важные, неважные там, а потому, что мы действительно работали и работаем как опорный вуз. И та проблема, о которой сейчас сказали, она тоже, на самом деле, у нас, она декомпозируется на конкретные решения. Ну, допустим, в частности, для компаний мы сделали центр обратного инжиниринга. Если там компании закупали какую-то продукцию, ну, грубо говоря, там покупали какую-то железяку из-за рубежа, то есть сегодня мы говорим, ребят, приходите со своими прототипами, мы вам поможем ее, ну, скажем так, разобрать до винтика, сделать чертежи. И поможем создать технологии для того, чтобы организовать производство на территории либо Республики Башкорстан, либо Российской Федерации. Может быть, просто сведем, покажем, расскажем, потому что мы в плотной сети коммуникации с реальным сектором находимся. Что касается, ну, это один из примеров, да. Что касается помощи конкретным людям, то здесь бы я хотел обратить внимание на то, что мы запустили и сразу масштабно, и приглашаем, кстати говоря, всех желающих, и лиц, которые находятся под риском увольнения, и, может быть, в первую очередь, руководителей объектов, ну, малого и среднего предпринимательства. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что мы готовы принимать ваших сотрудников на, допустим, магистрские места. У нас магистратура, я вот, кстати, в середине июля еще дополнительно 370 мест мы получили от федерального центра. То есть, как бы, вот, это как раз та самая, что ни на есть мера, которая позволяет снизить градус, ну, скажем, и социальной напряженности. А почему магистратура? Я вот на ней делал акцент, хотя есть и бакалуриат, там, и специалитет. Потому что, ну, во-первых, люди, которые уже имеют базовое инженерное образование, даже если оно там 20-летней давности, они имеют возможность, во-первых, поступления, получения, как бы, всех социальных этих преференций. И, что очень важно, сохранить связь с предприятием, потому что мы будем в рамках магистрских... Мы, коллектив нефтяного университета, будем в рамках их магистрских работ помогать расшивать вот эти узкие места для того, чтобы предприятие задышало. Потому что иногда, ну, все упирается в какие-то мелкие детали, вот, их можно сделать. Я хотел бы обратить внимание, что мы, ну, не совсем традиционный, может быть, в УСУ, у нас же есть еще и своя производственная площадка, мы можем даже изготавливать какие-то образцы, прототипы, устройства и так далее. Как раз, может быть, не столько серийные, там, поточные, какие-то большие, там, не вагоны, там, да, конечно, там, отправлять продукции. Вот, но для объектов МСП как раз вот важна, может быть, такая точная, там, работа. И это мы готовы сделать, потому что, повторюсь, есть и инфраструктура с точки зрения программного обеспечения, есть инфраструктура с точки зрения просто изготовления, ну, станки и так далее. Поэтому подобные прототипов, ну, грубо говоря, вот этих устройств, там, ну, железа, скажем так. А что касается вот Центра обратного инженеринга, вот, интересно, насколько он сейчас активно работает? Ну, мы это предложение сделали совсем недавно, вот, когда пошла острая фаза. Мы сегодня уже имеем, ну, мы имели, мы же этим занимались всегда, да, просто мы сегодня говорим, мы готовы работать не только под нефть и газ, и не только под какие-то крупные, там, глобальные задачи. Давайте мы будем и в более мелких позициях работать. Обращения идут, сейчас как раз, ну, правда, летний период он маленький такой, более медленный, скажем так. Но обращения идут, работа идет. Я очень бы хотел верить, что как раз вот соединение, здесь, что очень важно, мы же не будем бегать за предприятием, у нас физически просто не хватит, да, у нас очень ограниченное количество сотрудников. Поэтому важно, чтобы предприятие направило, допустим, в магистратуру, повторюсь, там, пожалуйста, там, с учетом количества бюджетных мест, я думаю, там, ну, поступить более чем реально, особенно если на профильном предприятии работают. И сотрудник, он становится, как бы, общим, да, для предприятия он сотрудник, для нас он студент, и мы решаем как раз общие задачи. Вот важно, чтобы эта история закипела, забурлила как раз с сентября. Сейчас, повторюсь, на этапе постановки задач, вот, потихоньку разгоняемся, скажем так. В начале этой недели советник главы Республики Башкортостан по развитию науки и технологий озвучил интересные цифры относительно деятельности евразийского НОЦ. Оформлено было 489 патентов, и более 100 технологий было разработано и уже передано на внедрение. Вот интересно, нефтяно-технический университет какую лепту внес вот в эти показатели, поскольку славится своими такими передовыми лабораториями? Ну, вы знаете, я скажу, мы традиционно получаем до 180-100 результатов интеллектуальной деятельности, патентов, авторских свидетельств. Я думаю, что цифра плюс-минус примерно такая, она есть, откровенно говоря, там специально не смотрел к эфиру. Но здесь я подчеркнул другую историю. То, что мы от количества стали, всех вузов, я надеюсь, коллеги не будут возражать, если скажу, что мы стали переходить к качеству в том плане, что стали сосредотачиваться на тех рядах, результатах интеллектуальной деятельности, которые имеют реально прорывной характер. Не как бы всякой там, скажем, мелочевкой заниматься, а реальными, то, что называется там фронтирной исследованием. Потому что вот вы вспоминали Руслана Радиковича, были определены 4 приоритетных направления развития евразийского, но с мирового уровня, и мы сфокусировались именно на них. Вот и вторая важная история, мне кажется, то, что мне очень приятно наблюдать, что вот эти результаты интеллектуальной деятельности, они стали носить межвузовский характер. То есть те научно-исследовательские коллективы, которые мы собираем под 4 приоритетных задачи, они из разных вузов, они могут быть такие, знаете, межструктурные. И мне приятно, что вот такие коллективы... Потому что когда ты работаешь внутри вуза, ты работаешь по накатанному, скажем, да. Когда мы их объединили, вот прям вот эта уникальная, самая, мне кажется, даже важная функция евразийского носа, это как раз вот как бы создать условия для того, чтобы коллеги из научно-исследовательских и образовательных организаций узнали про существование друг друга и начали работать вместе. Мне кажется, вот эта функция гораздо важнее не в количестве, а в том качестве, в котором оно стало переходить. Угу. Олег Александрович, для вас, наверное, тоже не секрет, что бытует такое мнение, что вот наука там зачастую каких-то проседает, не развивается из-за того, что не хватает финансирования. Но вот насколько мне известно, студенты Нефтяного технического университета принимают участие в конкурсах, получают денежные гранты до полутора миллионов рублей. Вот подробнее расскажите, что это за программы такие и на что средства могут получить студенты? Ну, вы знаете, я сейчас на мысли поймал, что если бы мы проводили с вами эфир пару лет назад, я бы вам сейчас чутко назвал, где мы выиграли, где мы не выиграли, там суммы, размеры, количество. Вот, а на сегодняшний день назвать количество и суммы, на самом деле, мне даже сложно. Потому что настолько много сегодня уделяется вот внимания развитию исследовательской повестки и в масштабе нашей республики, и руководством республики Башкортостан. Ну, допустим, те же самые молодежные гранты для молодых ученых, которые только они чего стоят, да? Ну, и, безусловно, на федеральном уровне. Да, вот одна из последних новостей была, это то, что для нас, кстати, это было несколько удивительно, что Уфимский государственный национальный технический университет по количеству финалистов всероссийского конкурса стартапов, он стал третьим в стране. Ну, чтобы вы понимали, мы даже в республике по размеру не самый большой вуз, а тут в стране мы стали третьим по количеству финалистов. Ну, понятно, что размер вуза коррелирует с размером финалистов, да, потому что, как бы, ребята делают это, студенты делают эту работу, понятно, что им помогают. Вот. И приятно, что из более чем 80 финалистов, да, уже сразу в первой волне 12 человек получило финансирование, сумма там и миллиона, и полтора миллиона рублей. Это действительно очень приятно, более того, надеживать то, что еще будут дополнительные этапы, потому что тот кошелек, скажем, денег, он кончился, сейчас как бы будут их дополнительно рассматривать. Вот. Совсем недавно еще тоже наша молодая доктор наук, там, Раскильдина, снова выиграла грант, честно говоря, даже саму сейчас уже не помню. Поэтому приятно, что такие новости позитивные, ну, даже сейчас, в летний период, появляются регулярно. Угу. Как-то так. Олег Александрович, интересно также, в каких сейчас масштабных проектах участвует Нефтяно-технический университет? Вот мы знаем про проект создания карбонового полигона. Вот, кстати, вот интересно, да, на каком этапе сейчас он находится? Вы правильно отметили, и как раз проект, связанный с созданием карбонового полигона, он также является межвузовским. Помимо Нефтяного университета, в реализации данного проекта активно принимают участие Аграрный университет, Башкирский государственный университет, Уфиц, РАН и так далее. Сейчас он находится на этапе, уже земельные участки определены, происходит этап закупки оборудования, далее пойдет этап монтажа этого оборудования. Но параллельно идет работа исследовательская. Как раз сейчас, летом, проходит исследовательская работа, связанная с изучением свойств, какие территории, сколько поглощают СО2. Это важно показать, измерить и сделать так, чтобы результаты этих измерений признавались. Как минимум в России задача базовая, чтобы имел мировую легитимность наше измерение. Помимо проекта по карбоновой тематике, мы реализуем проект по научному центру мирового уровня в области трудноизвлекаемых запасов нефти. Это тоже межвузовский проект, помимо нас принимает участие КФУ, СКОЛТЕХ. Кроме этого, мы реализуем проект по инжиниринговому центру, тоже крупный, важный проект. И он как раз коррелируется с проектом по центру обратного инжиниринга. На самом деле, достаточно большой. Я про приоритет молчу. Это приятная и уникальная на самом деле для республики такая история, когда 4 вуза и 3 заявки победили. Не просто победили, а вошли в спецчасть. Кстати, чтобы было понимание, специальную часть программы «Приоритет-2030» из нефтегазовых вузов Российской Федерации получает только уфиминский нефтенок. Других нет. Это, мне кажется, важная история. Евразийский ноутс мирового уровня. Поэтому большое количество проектов мы заявляли, но, к сожалению, не успели до конца корректно все документы оформить. Сейчас на осень мы введем в проекте по передовой инженерной школе. Кстати, совершенно искренне поздравляю коллег из авиационного университета, которые выиграли этот проект. Безусловно, мы всегда понимали, знали и говорили, что их инженерная школа в области авиации, она действительно как минимум федерального уровня, что и получила свое подтверждение в результатах этого проекта. Поэтому мы активно принимаем участие. Мне кажется, что мы, хотелось бы верить регулярно, радуем граждан нашей республики успехами вузов в целом, но и уфимского нефтяного в частности. Олег Александрович, к сожалению, время программы подходит к концу. Последний вопрос задам. Точнее, попрошу, наверное, вас продолжить фразу «Нефтяной технический университет сегодня это». Ну, с учетом того, что мало времени, давайте так отвечу. Уфимский нефтяной международный, опорный, твой. Спасибо. Спасибо большое за интервью. Будем ждать вас снова на телеканале РБК УФА. Спасибо за попрошение. Я напомню, что вы смотрели проект интервью. Сегодня беседовали с ректором Уфимского государственного нефтяного технического университета Олегом Баулиным. Оставайтесь на РБК. Субтитры подогнал «Симон»